МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспоминания об историческом моменте. Без малого год назад тысячи силостопольцев вышли на митинг в центре города. Некоторые из них попали в объектив фото- и видеокамер. Сами того не ожидая, они стали лицами русской весны. У нас в студии автор выставки, посвященной тем событиям Сергея Корбачев. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый день. Что вас вдохновило на создание подобной выставки? Ну, вдохновило, наверное. Тут мотивированных поводов было несколько. Наверное, самое главное то, что годовщина уже сам повод для того, чтобы вспомнить о том, что было, чтобы об этом сказать, что год прошел, многое, к сожалению, уже забыто, забывается, потому что у каждого времени свои герои, так скажем. И хотелось бы, с одной стороны, эту годовщину, хоть и не юбилейную, но отметить, а с другой стороны, напомнить о том, что было, и продемонстрировать увиденное мной, потому что холодный взгляд объектива, он, будем так говорить, независим, но, тем не менее, взгляд журналиста его оживляет. Вот как я все это увидел, как я представил. Все-таки своя призма есть. А какова оказалась роль журналистов в тех событиях? Ну, дело в том, что мы являемся и свидетелями, и участниками информационной войны. Я имею в виду и зрителей, и зрителей телеканалов, и читателей газет. Все, что происходит нынче, можно под эту категорию... Подвести по вскоре. Подвести, охарактеризовать именно таким образом. Повторю слова, которые я уже когда-то говорил об оценке роли журналистов. Слова, высказанные адмиралом Игорем Владимировичем Кацатоновым, когда он сказал, что Черноморский флот отстояли бабушки и журналисты. Это относится к началу 90-х годов, когда период флота раздела только начался. И в этих словах, конечно, есть и преувеличение, там, может, даже где-то гротеск. Но, тем не менее... Тогда, если мы вспомним, что происходило, кстати, посмотрим на фотографии, еще тогда, в основном, черно-белые того времени, то увидим, что участники многих событий, это именно наши ветераны, наши бабушки с плакатами, выступавшие за Черноморский флот, за русский Севастополь. А освещали все это журналисты. Если мы вспомним те события... Ведь приезжали в Севастополь журналисты из ведущих каналов. Тогда, вы помните... Со всей страны, на самом деле. Да, со всей страны тогда и телевидение активно развивалось. Раньше была там первая программа, вторая, потом появились НТВ. Это же попозже чуть. Да. И глазами все это виделось, представлялось и распространялось на всю страну. И с течением времени, в 90-е годы, и сейчас роль журналиста, она только возрастает. Какие все-таки работы легли в основу выставки? Дело в том, что, начиная с 23-го числа, ну так получилось, я практически старался бывать там, в основных точках событий. Но где происходили суть событий происходила. Они в основном концентрировались вокруг нашей центральной площади Нахимова. И вот, начиная с 23-го числа, я начал снимать. Приезды знаковых фигур, известных политиков, общественных деятелей. И напросился, благословил меня отец Сергий Наш, благочинный, на крестный ход по блокпостам. Я специально проехал по всем блокпостам. События, связанные с референдумом. То есть везде, где что-то было интересное, знаковое, я старался присутствовать. Получилось порядка 4 тысяч снимков. Ну, конечно, они друг друга дублируют в значительной мере, потому что цифровая камера позволяет этим заниматься. Но в процессе работы, в процессе селекции я пришел к выводу о том, что нужно на чем-то определиться, в конкретном, так скажем, в конкретной тематике. И, на мой взгляд, это стал портрет, лицо человека. Портреты не делались специально, это рабочие снимки. Но таких, на мой взгляд, примечательных лиц нашей севастопольской весны получилось порядка 400. Очень много. Для фото-выставки оптимальный вариант – это 25-30 снимков. Ну да, считается, что в пределах 50, насколько я помню. Да, и вот как раз 50, 50 снимков я отобрал. К сожалению, не все снимки, которые, на мой взгляд, были удачны, вошли в выставку. Но я постарался и тематически, и жанрово все-таки представить разнообразие всех тех событий, которые с 23 по 21 у нас в Севастополе происходили. Я скажу, что я не профессиональный журналист, фотохудожник, так скажем, фото-журналист. Но занимаясь фотографией со второго класса, когда мне, будучи в Ленинграде, отец купил смену 7, фотоаппарат. И, в общем-то, с тех пор я с фотоаппаратом дружу, стараюсь не расставаться с ним и в отпуск, уезжая и в командировках. Да и просто по жизни у меня он всегда находится в автомобиле, потому что жизнь дает такие картинки, такие поводы, основания для того, чтобы запечатлеть события происходящие, что и придумывать нужно. Сергей Павлович, Вы упомянули, что сперва из 4 тысяч выбрали 400 фотографий, потом из 400 выбрали 50, лишь 50. По какому принципу осуществлялся этот отбор? Ну, принцип... Мне в этом плане помогала жена, так скажем. Мы с ней наметили фотографии, которые, на мой взгляд, и на ее взгляд, были наиболее оптимальны для вхождения, включения в выставку. И когда вот пересеклось все это, оказалось, что около 50 снимков, и мы отобрали. И, естественно, тематически это и вежливые люди, это и дети, это и бабушки севастопольские, это и наши местные политики. Не все, конечно, туда вошли. Я думаю, что севастопольцы, посетившие выставку, смогут задать вопрос, а где, допустим, такой-то персонаж известный, а почему его нет? Я думаю, что в последующем работа будет продолжена, и будет выпущен фотоальбом, где уже большее число снимков будут представлены нашим севастопольцам и другим читательным зрителям. То есть планы есть, и планы есть, насколько я понимаю, довольно большие. А вот те фотографии, которые люди увидят на выставке, в чем искра? Искра людей, которые запечатлены на фотоработах? Вы понимаете, на мой взгляд, фото той поры, а особенно портрет, передает и цвет, и вкус, и запах, и эмоции конкретного момента. На самом деле, насколько я понимаю, большинство людей это все помнит, поэтому они могут домысливать. Естественно. И я думаю, что тот, кто придет, увидит и, может быть, и себя, и кого-то еще, вспомнит, как это было. Там подъем руки 23-го числа, когда вся площадь, значит, заметнула вверх руки. Эмоции, связанные с итогами референдума, с решениями Владимира Владимировича Путина, эмоции на выступлениях артистов, которые приезжали к нам. Все это живо в памяти. И снимки эти, хотя холодные, застывшие, вроде бы, как бы, картон, да, бумага цветная, на самом деле, они живые. Ну, на самом деле, я бы тут поспорил. Холодные, застывшие, как правило, фотографии все-таки обладают некой душой. Ну, с точки зрения формы, я имею в виду. А так, конечно, они живые, живые глаза, блестящие взгляды, улыбки, настроение, все это передается. Именно для вас каждая фотография какое значение имеет? Нет. Вы знаете, для меня это... Это же не просто воспоминание. Естественно. Я ощущаю себя причастным к тем событиям. Вот такой слоган, он и на сетилайтах, на билбордах, что в победу внес вклад каждый. Вот мой вклад, может быть, в победу был именно... и заключался в том, что я фотографировал. Кто-то повязал георгиевскую ленточку, кто-то приклеил к машине наклейку «Отстаивайте же Севастополь». Каждый действительно внес вклад в достижение нашей общей победы. Мой вклад был вот в том числе и в этом. Самые запоминающиеся фотографии для вас какие? Ну, вы знаете, самые запоминающимися стали... Вот когда вы их выбирали, так вот, воспоминания... Я бы сказал, не фотографии, а сам момент. Это, конечно, 23 февраля, когда уже много лет мы не могли лицезреть площадь Нахимова, заполненная от края до края. Вот этот момент. Ну и моменты общения с людьми узнаваемыми, так скажем. Они оставили воспоминания в памяти, потому что самое главное все-таки в жизни – это общение. Когда видишь человека, которого ты мог лицезреть лишь на экране телевизора, тут он перед тобой, живой, здоровый, активный, ты имеешь возможность задать ему вопрос, это тоже в памяти остается. Почему площадкой выбрана именно морская библиотека? Ну, морская библиотека, потому что, ну, во-первых, так, по жизни я дружу с директором морской библиотеки Николаем Ивановичем Краснолицким. Во-вторых, я как человек, причастный к флоту, все-таки хотел избрать флотскую площадку. Ну и потом, сама морская библиотека – это храм книги, нынче год литературы, она такой храм намоленный. Это библиотека с традициями, со своим запахом, со своими устоями. Но и там в последнее время, благодаря тому, что там развернут Центр Русский Мир, проводится целый ряд мероприятий интересных. Вот недавно была выставка, посвященная Владимиру Семеновичу Высоцкому. И я думаю, что после меня тоже там будут экспонироваться работы других мастеров. Об этом я знаю, не буду предварять. Фотоаппарат в Ваших руках все-таки это больше инструмент фиксации событий или, скажем так, фиксации не событий, а некий инструмент дополнительного мировосприятия? Дело в том, что в работе журналиста весь инструментарий, он приемлем. И в данном случае то, что невозможно высказать словом и живым, и написано на бумаге, вполне может дополнить снимок. Поэтому я стараюсь работать в том числе с аппаратом, с тем, чтобы дополнить то, что недосказано. Человек увидит, есть же формула, да, один раз увидеть, чем тысячу раз, там, сто раз услышать. Поэтому одно дополняет другое. И я с фотоаппаратом, если не расставаться, даже в критических ситуациях стараюсь его использовать. Надеюсь, что и в будущем это увлечение, оно будет продолжаться и будут реализовываться. Другие замыслы, это выставка моя. Первая, она, повторюсь, непрофессиональная, так скажем, но, на мой взгляд, достойная того, чтобы показать ее людям. В последующем может быть фотоальбом, что-то еще. На фотографиях все-таки больше из простых севастопольцев или политиков? Нет, конечно, простые лица. То есть акцент все-таки на людях? Конечно. Я не знаю, наверное, не только, как мне кажется, субъективный взгляд. У меня и у многих авторов хорошо получаются детские лица. Потому что они непосредственные, они... Более открытые эмоциональные. Конечно, да. Поэтому там есть и детишки, и священники, и военнослужащие, и узнаваемые наши люди. И Сергей Иванович Миняйло, и Алексей Михайлович Чалый, и Дмитрий Анатольевич Белец. Можно перечислять многих. Кстати говоря, к сожалению, в последнее время мы забываем о тех, кто приближал нашу севастопольскую весну. Тот, кто активно работал в 90-е годы, кто ушел из жизни. Например, Александр Георгиевич Круглов и другие. И поэтому данная выставка, она не об этих людях, но так или иначе нужно подразумевать, что победу приближали и те поколения наших, в том числе и местных политиков. Общую атмосферу выставки вы бы как охарактеризовали? Ну, наверное, предвкушение годовщины победной, потому что 23-е число не за горами, это и День защитника Отечества. И в любом случае сейчас постепенно начинается нарастание контента именно такого победного и на телеэкранах, и радио, и печать. И уже звонят журналисты из Москвы, в том числе и зарубежные, с тем, чтобы приехать сюда к нам к 23-му числу, позже, там, 16-го марта, 18-го, 21-го, с тем, чтобы осветить, проанализировать, дать оценку тому, как мы живем, чего мы добились. Ну, и опять же, показать нас, что мы ощущаем, что испытываем. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам. Вы смотрели программу «Русская весна», коллектив же информационного канала «Севастополя» продолжает работать для вас. Впереди немало интересного. Не переключайтесь. Спасибо.